МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, земляки! В эфире Студия 11. Каждый будний день мы работаем для вас. Дарим хорошее настроение, позитивные эмоции и шикарные улыбки. Каким образом? С помощью историй, сюжетов и новых знакомств. Я предлагаю начать наш информационно-развлекательный телепуть. Чем мы удивим вас в нашей сегодняшней эфирной минутке? Давайте посмотрим. По реке времени. Где соберутся юные художники со всей республики? Цель проведения этого конкурса – объявление и поддержка одаренных детей республики Коми. Порция адреналина. Кто такие моржи и где они собираются? Это спорт для сильных духом, однако и навыки пловца пригодятся. Побеждает тот, кто пройдет дистанцию быстрее всех. В одном из автосалонов Сыктывкара прошла презентация необычных автомобилей. Один создан специально для автопутешественников, другой – для лиц с ограничениями по здоровью. В будущем такие авто будут по государственным программам предоставлять инвалидам. Сейчас идет тестирование автомобилей в регионах. Одним из них стала и наша республика. На презентации побывал наш коллега Северин Арпа. Автомобиль на все случаи жизни. Кто о таком не мечтает? Дочерняя компания гиганта российского автопрома из Тольятти взяла на перевооружение, пожалуй, один из самых популярных универсалов в стране – Ладу Ларгус. Автор идеи Петр Груздев более 15 лет колесит по необъятным просторам нашей родины. Начинал с Карелии и соседних регионов, а доезжал до самых до окраин на востоке России. В сотрудничестве с дочерним предприятием Автоваза – ВИЗ Авто – создал фактически новый четырехколесный шедевр. Прежде я катался на полноприводных автомобилях на больших ГАЗ. Но вот возникла ситуация, когда нужен легковой автомобильчик, способный путешествовать, для автономного проживания предназначенный и прочее, прочее. Ну и вариант единственного у нас в России – это ВИЗ с высокой крышей на базе Ларгуса. Проект Ларгус Карелия – это создание и внедрение определенных решений для приближения автомобилей к потребностям, нужным и чаяниям покупателей. То есть автозавод не может выпускать массу-массу моделей и комплектаций, которые устроили бы всех, в том числе и по разным климатическим поясам. А мы, как мы, я имею в виду партнеры проекта Ларгус Карелия, мы создаем такие инженерные решения, тестируем их и внедряем. Один из главных плюсов – Ларгус подрос благодаря новому куполу. Это сыграет большую роль и в бытовом, и в туристическом вариантах. Имея такой автомобиль дома, в данном случае это универсал, можно сложить сиденье, можно перевезти что-то длинномерное. Можно посадить тещу и поехать на базар за громадным количеством покупок или метра. Можно убрать сиденье и за дополнительные деньги туда планируется, ну как называют туристы, туда ставится спальник. А вообще эта штука называется органайзер. Она как раз позволяет, вот высокая крыша, позволяет на этом органайзере спать и садиться, потому что если бы низкокрышный был, в нем даже проблематично сесть, ну скажем так, в полный рост, вот мне я уже достаю до крыши. А в путешествиях очень часто бывает, что необходимо спать в машине. Для тех, кто любит экстремальные поездки, предусмотрена установка автономного отопителя салона. С ним внутри будет жарко, как в тропиках, даже если за бортом минус 20. При этом двигатель может отдыхать. В общем, это универсальный автомобиль для клиента. Можно заказать любой дополнительный функционал, который нужен именно вам. Главное, все доработки заводские, прошедшие государственные тесты, получившие специальные лицензии на использование, по сути, нового транспортного средства. Они оказались достаточно интересными, потому что позволило автомобилю повысить клиренс, улучшить тягу, улучшить проходимость за счет блокировок. На автомобиле установлена пневмоподвеска, которая позволяет, даже если вы ее загрузили, она будет держать определенный клиренс. В новой разработке учтен и важный социальный момент. Специальная модель для перевозки людей с ВЗ, в том числе инвалидов, колясочников. Это отдельная разработка, это серийная, можно сказать, ВАЗовская машина, хотя она идет как модель ВИЗ. Прошедшая все тесты нами на безопасность, прошедшая все освидетельствования, имеет одобрение типа транспортного средства. Мы испытали ее в дороге, вот я еду, тестирую автомобиль, который для перевозки инвалидов, и у нас имитирована загрузка инвалида в машину, то есть на задней оси и чуть за осью, почти 100 килограммов. Автомобиль себя ведет на скользкой дороге, на разбитой дороге, очень хорошо, устойчиво и подвеску не пробивает. Здесь вот система рычагов, она специально лишена гидравлики, электроники. Она чисто механическая, очень надежная и в связи с этим достаточно бюджетная. Прямо на презентации работы устройства была проверена именно теми, кто ждет появления подобных машин на дорогах России. Илья Костин, председатель Коми-региональной организации людей с инвалидностью «Апарель», и его помощники оценили возможность стать пассажирами такого автомобиля. В целом идея и то, что все-таки у нас сегодня затронулся вопрос на таком уровне данной федеральной лады, что нужно приспосабливать все-таки автомобили, доступные для людей, передвигающихся на коляске, конечно, это большой прогресс. Я очень надеюсь, что в ближайшее время они доработают этот вопрос, и этот автомобиль приобретет большой спрос и облегчит людям жизнь. Ну вот, допустим, вот сейчас просто сидя в салоне, как вы себя ощущаете? Ну вот такие первые эмоции? Первые эмоции, безусловно, они прекрасны. По сопричине, потому что ты сидишь там пять минут, то есть в городской черте, наверное, это будет очень здорово и очень удобно. По итогам презентации испытатели получили несколько предложений по усовершенствованию новой модели. Обещали, к ним обязательно прислушиваются, ведь это только прототипы. По замыслу авторов проекта и конструкторов, автомобили должны проехать 10 тысяч километров, в том числе и в арктической зоне России. А значит, грамотные инженерные решения еще впереди. К слову, в производство эти многофункциональные машины поступят уже в июле этого года. Но уже сейчас можно заказать этот, во всех смыслах, универсальный автомобиль в автосалоне IncomAuto, официального дилера Lada и VizAuto. Уже во второй раз гимназия искусств при главе Республики Коми собрала под своим крылом юных художников со всей Республики на детском художественном конкурсе «По реке времени». Тема конкурса – 75-летие Великой Победы. Кто может стать участником, в каких номинациях будут оценивать ребят? На эти и другие вопросы мне ответила Ирина Витязева. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о конкурсе «По реке времени». Что это за такой конкурс и какова его цель? Цель проведения? Цель проведения этого конкурса – выявление и поддержка одаренных детей Республики Коми. И также обмен художественно-педагогическим опытом среди преподавателей художественных школ. Я знаю, что этот конкурс проходит уже второй раз. Чем он отличается от предыдущего? Вот первый, второй? Отличается темой. В прошлом году тема конкурса была «Мифология родного края, ее культурно-историческое наследие». В этом году мы конкурс посвящаем 75-летию Великой Победы. Какие номинации у этого конкурса? Их пять всего номинаций. Это «Портрет», «Пейзаж», «Иллюстрация», «Буквица» и «Комикс». И чем интересен этот конкурс и отличен от других республиканских конкурсов? Кроме темы, да? Да, кроме темы. Тем, что он является жанровым. Если другие конкурсы – это, как правило, станковая композиция, выполняется на заданную тему, то мы решили разделить номинации по жанрам. Вот именно что «Портрет», «Пейзаж». И каждый ребенок может выбрать себе ту номинацию, в которую он силен. Поэтому мы еще и возрождаем такой жанр, который у нас обижен, у нас в России – это комикс. Потому что комикс – это больше такой режиссерский, дизайнерский взгляд. То есть возрождение комиксов присутствует в вашем конкурсе? Да, присутствует. Ну и также символ или буквица – это тоже такой чисто дизайнерский конкурс. То есть для детей, которые менее сильны, например, в каких-то сюжетных композициях, они могут попробовать себя в номинации дизайна. Ну, нужно отметить, что у вас современные номинации. Это здорово. Детям будет интересно. Что вы держите в руках? Расскажите, пожалуйста. По итогам конкурса мы планируем и устраиваем выставку. В прошлом году эта выставка была в Центре комикультуры. В этом году, я надеюсь, что выставка будет в Доме дружбы народа. По итогам конкурса и выставки мы формируем такой каталог и распространяем среди участников наших. То есть лучшие работы в этом каталоге присутствуют? Лучшие работы, да, входят в этот каталог. И некий комментарий, наверное. И некий комментарий, ну еще и темы, и задания тут расписаны. Так что это не только такой иллюстративный материал, но и пособия для тех же преподавателей и учителей. Здорово. Кто может стать участником данного конкурса? Участниками данного конкурса могут стать как и обучающихся общеобразовательных школ, так и художественных студий, художественных школ. Ну и есть у нас такие номинации до 18 лет, где можно участвовать и студентам в колледже, например. Правильно ли я понимаю, что это не только наш город, но и вся республика? Или все-таки в рамках только наш город? Конкурс объявлен, естественно, на всю республику. То есть республиканский конкурс? Республиканский конкурс, да. Конкурс входит в реестр республиканский, поэтому могут участвовать ребята со всей республики. В прошлом году, например, у нас в Воркуты ребята участвовали. География конкурса такая, пока не очень широкая, но близлежащие школы, ЕВА. Ну, конкурс молодой, все впереди, все в будущем. Кто же является членом жюри? Большая ли команда? Команда небольшая. Мы приглашаем членов жюри, чтобы все-таки результаты были объективные. Это деятели культуры и искусства, преподаватели колледжей. В этом году у нас в членах жюри – это Буран Гулов Фарул Бакирович, председатель регионального союза художников. Ласкина Галина Несерна, преподаватель колледжа искусств. И Разманова Анжела Рустиковна, известный художник, дизайнер у нас в городе. Тоже член союза художников. Что получат участники помимо опыта? Какие-то, может быть, номинации отдельные будут, подарки, призы? Помимо опыта они получают, конечно, колоссальный заряд энергии от этого конкурса, потому что у нас проходят торжественные открытия, закрытия. Мы стараемся всех победителей и призеров награждать не только дипломами, но и подарками. Подарки у нас, как правило, это художественные материалы. Ну и также эти ребята войдут в реестр одаренных детей Республики Коми. И для них уже будут отдельные какие-то льготы и преференции, например, в те же лагеря детские оздоровительные. То есть вот... Я желаю, чтобы конкурс состоялся, несмотря ни на что. Желаем удачи, успехов вам, вашей большой команде, ну и, конечно же, всем участникам конкурса «По реке времени». Спасибо, Ирина. Да, спасибо вам. Периодические издания времен Великой Отечественной войны были самыми настоящими боевыми помощниками. На территории всей советской России постоянно печатались газеты для поднятия духа. Наша республика, тогда Коми АССР, не была исключением. Взять, например, газету «За Новый Север». Тогда, 22 марта 1944 года, на ее страницах вышли весьма бодрящие строки. Небольшая заметка называется «Наши девушки-войны». Здесь, на примере комсомолки Елизаветы Забоевой, которая пришла на Всевобуч в мае 43-го года, читатель может узнать, с каким рвением защищали свою родину такие хрупкие девушки. Цитируем. «Никакой военной специальностью она, конечно, не владела, но горячее желание научиться бить врага наверняка помогло ей преодолеть трудности. Скоро Забоева выдвинулась в число лучших бойцов. Она быстро овладела специальностью стрелка, а вскоре ей было доверено командовать отделением». «Настойчивая в достижении поставленной цели, строгая и требовательная к себе и подчиненным, всегда подтянутая, энергичная и жизнерадостная. Она быстро расположила к себе бойцов, стала для них и другом, и строгим командиром». Вот так писали Елизавете Забоевой. А самое интересное, что таких волевых девушек было очень и очень много. Внимательный читатель уже заметил, что тогда десятки девушек освоили военно-педагогические специальности и заменили своих отцов и братьев на военно-педагогической работе. Друзья, вспоминать об этом нужно не только в преддверии праздника. Подвиг народа нужно всегда держать в памяти и сердце. Мы гордимся! Андрей, признавайся, ты морж? Что, прости? Ну, морж. Человек, который любит окунуться в холодную воду. То ли из жажды острых ощущений, то ли из-за желания испытать себя. Нет, Алена, я точно не из их числа. Но знаю место, где любители охладиться собираются. Раз в год примерно в одно и то же время моржи Мордовии стремятся в Саранск. С каждым разом любителей заплыва в ледяной воде все больше. А в этом году состязания были посвящены 50-летней годовщине создания Всероссийского общества спасения на водах. Это спорт для сильных духом, однако и навыки пловца пригодятся. Побеждает тот, кто пройдет дистанцию быстрее всех. Шесть возрастных групп, от школьников до тех, кому за 70. Поддержать своего тренера и окунуться в ледяную воду пришли ребята из 26-го лицея. Это хорошо закаляет дух и тело. То есть, и как бы, поучаствовать в этом, это очень интересно мне было, и я решил попробовать в прошлом году. Виталий Феоктистов из Пензы в клубе «Моржей» 7 лет. Началось все с крещения. Тогда я понял, холод переносит неплохо, да и плавание на скорость для него не проблема. Как итог призовые места на межрегиональных соревнованиях и как бонус прилив энергии и бодрости. Настроение прекрасное, ощущения великолепные. Так как сейчас пойдет прилив крови к кожному покрову, увеличивается отдача, теплоотдача. И поэтому себя чувствуешь гораздо лучше, когда выходишь оттуда, нежели когда погружаешься. Здесь целые династии моржей. Валентина Чичанкина закаляется сама, приучила и дочерей, и маму. Теперь для них ныряние в ледяную воду не экстрим по-русски, а средство от болезней и секрет вечной молодости. Друзья, закаляйтесь, отдыхайте, плавайте. Закалка все равно дает энергию, стимул к жизни. Когда выходишь с такой вот хорошей водички, такой вот прохладной, бодрой, хочется жить, хочется побеждать, веришь в себя еще больше. На улице Плюс временами дождь. Плавцы привыкли нырять и в более суровых условиях. Тем не менее, состязания вышли зрелищными. Зрители с азартом болели и, возможно, скоро пополнят ряды мордовских моржей. Быстрым шагом мы подошли к середине нашего эфира. Не будем же сбавлять темп, давайте посмотрим, чем удивит нас вторая часть студии 11. О профилактике. Обезопасим себя от вирусов. Всю профилактику можно поделить на две большие группы. Цветочный ликбез и букет будет радовать вас не один день. Когда шуршат цветы, это прям вообще прелесть. Сегодня, 25 марта, отмечают свой профессиональный праздник работники культуры. Наш телеканал поздравляет всех сотрудников музеев и библиотек, деятелей театров и концертных организаций, специалистов домов культуры, городских и сельских клубов и всех тех, кто трудится в этой сфере. Спасибо, что радуете нас. С праздником! Ура! Профилактика, профилактика и еще раз профилактика. По всей видимости, это новый негласный девиз нынешней весны. Да, болеть никто не любит. Поэтому за своим здоровьем нужно следить очень тщательно. О пользе профилактики я узнала у главного внештатного педиатра Министерства здравоохранения нашей республики Ольги Торбеевой. Ольга, начнем, конечно, с профилактики респираторных заболеваний. Что нужно человеку сделать, чтобы не заболеть? Ну, вы знаете, если мы говорим в целом о профилактике респираторных заболеваний, а прежде всего это респираторные вирусные инфекции, то всю профилактику можно поделить на две большие группы. Во-первых, эта профилактика не специфическая, то есть та, которая не зависит от конкретного инфекции, микроба, который может вызвать заболевание у взрослого и у ребенка. И здесь мы не можем говорить о здоровом образе жизни, что очень важно. А все важно, начиная с совсем маленького возраста. Если у вас родился в вашей семье ребенок, постарайтесь, чтобы малыш в течение первых шести месяцев получал грудное вскармливание. Это является в этой категории детей одной из самых эффективных мер профилактики респираторных вирусных инфекций. Постарайтесь, чтобы ваш малыш много находился на свежем воздухе, выполнил режим дня. Для детей постарше и для взрослых мы также говорим, что хорошая физическая активность, а это не менее чем 30-40 минут активной деятельности ежедневно, как говорят нам эксперты ВОЗ, плюс прогулки на свежем воздухе защитят вас и сохранят вашу иммунную защиту. Во-вторых, это большая группа профилактики, это, конечно, специфическая профилактика. У нас сейчас в стране доступны, созданы, имеются те вакцины, которые защищают от наиболее частых инфекций, вызывающих, в частности, внебольничные пневмонии. То есть пневмонии нужно раз в год, да, постоянно, регулярно? Даже, я бы сказала, не раз в год, а в зависимости от инфекции, от ее характера по национальному календарю. Есть у нас такой основной документ. И если мы говорим о вакцинации, наиболее важных направлений в профилактике вирусных инфекций, респираторных и заболеваний, это прежде всего три. Это пневмококковая вакцинация. В нашей стране с 2014 года она входит в национальный календарь. С двухмесячного возраста ее может получить каждый здоровый малыш. Начиная с двухмесячного возраста, это вакцинация против гемофильной инфекции. И у нас эта вакцина вводится с трех с половиной месяцев уже малышам. И третье – это ежегодная вакцинация против гриппа. Столько всего, на самом деле, так просто. Но если вдруг человек заболел, ну, не уследил, да, получилось, температура поднялась, что в первую очередь нужно сделать? Как-то попытаться сбить симптомы, наверное? Нет, вы знаете, вот если вы заболели, прежде всего мы рекомендуем два момента. Первое – оставайтесь, пожалуйста, дома. Не отводите ребенка в детский сад, в образовательное учреждение, вы не посещаете работу. То есть даже если температуры нет, да, все равно лучше остаться дома? И второе – обратитесь за медицинской помощью, поскольку в ряде случаев симптомы могут навести врача на мысли о тяжелом или обосложненном течении респираторного заболевания. И сколько из дома лучше не выходить в таком случае, пока симптомы не пройдут или еще нужно подождать какое-то время, даже если, допустим, я себя чувствую здоровой, да, но переболела совсем недавно? Есть ли какой-то период времени, который нужно, так скажем, дома отсидеть? Как правило, респираторные инфекции длятся в течение, клинические проявления в течение 5-7 дней. И, ну, бывают варианты осложненных течений, поэтому мы рекомендуем вам обратиться за медицинской помощью, и медицинский работник в каждом конкретном случае подскажет вам, возможно, через 5 дней выходить на работу, приступая к деятельности, или необходимо находиться дома вплоть до 10 или 12 дней. Кстати, а когда вспышки вообще этих респираторных заболеваний? Какое время года? Ну, традиционно респираторные заболевания начинают со свой подъем в октябре, достигают максимума к январю. С января по апрель еще достаточно мы регистрируем высокий уровень заболеваемости, и далее идет постепенный спад. Ну, то есть весной спад. Минимальное проявление респираторных заболеваний – это июль-сентябрь. Июль-сентябрь. И если в это время, ну, вот, все вокруг болеют, что нужно человеку здоровому? Какие нужно меры предпринять, чтобы себя обезопасить? Ну, прежде всего, прежде всего, если вы находитесь в условиях работы, то обязательно проветривайте помещение. Если ваш коллега плохо себя чувствует, у него поднималась температура, появились симптомы респираторного заболевания, то, конечно, нужно помочь коллеге пойти домой и вызвать врача на дом. И в-третьих, в-третьих, обязательно занимайтесь активной физической деятельностью. И все эти вот несложные меры позволят вам сохранить хорошее здоровье. А маски, кстати, это как, защищают, вот, по-вашему? Действительно, если в период эпидемического подъема существенно, мы говорим, ну, не круглогодично, а в период максимального подъема эпидемиологических заболеваний, то маска, да, она необходима, особенно если вы посещаете места с большим скоплением людей. Ну, во-первых, мы рекомендуем, конечно, воздержаться от тех визитов, от тех посещений, к примеру, торговых центров, развлекательных, крупных заведений, которые вы можете избежать, то есть они не являются жизненно необходимыми. И второе, если вы все-таки приняли такое решение, у вас есть необходимость посетить места с скоплением людей, то лучше воспользоваться маской и очень существенный аспект. Вернувшись домой, необходимо обязательно помыть руки с мылом. И второе, еще одна из рекомендаций, которую мы тоже даем, это умыть кроме рук лицо и очистить дыхательные пути. Ну, вроде бы все просто. Все просто, на самом деле. Друзья, надеюсь, да, вы болеть не будете. Спасибо вам большое за информацию. Дарите девушкам цветы, когда на улицах морозы. Дарите девушкам цветы, когда бушуют злые грозы. Но дарите цветы те, что не завянут через сутки, чей красный, аленький бутон напоминанием станет чутким. А как выбрать правильные цветы, чтобы букет радовал долго-долго, расскажет флорист. Сейчас я вам расскажу, как выбрать цветы в салоне, чтобы они были свежие и долго вас радовали. Будем выбирать по внешним факторам, потому что существует мнение, ну, это действительно правильное мнение, что бутон должен быть крепким, но никакой флорист в салоне вам не разрешит этого делать, потому что свежие цветы руками трогать нельзя. Будем визуально осматривать. Очень важный момент в цветах. Существует вот такая вот рубашка, так называемая. Это самые первые лепестки розы. Конечно, они немножко имеют такой потрепанный вид, но это на самом деле признак свежести цветка. Это значит, что флористы не обдергивали цветок во время приемки. Ну, и этого не нужно делать. Люди, которые знают, они всегда обращают на это внимание и понимают, что цветок свежий, не обдерганный. Вот, здесь немножко другая, но она тоже присутствует. Еще момент. Если вы видите, что цветок не имеет рубашки, значит, он уже стоит в салоне как минимум дней 5 или 7. Бывают такие моменты, что неопытные флористы по своему незнанию снимают этот первый лепесток. При снятии лепестка роза, бутон начинают мгновенно раскрываться. Тем самым они укорачивают жизнь цветку. Поэтому пусть вас рубашка вот эта не пугает. Наоборот, это признак свежести цветка. Далее, смотрим на зелень. Зелень хорошего цвета, зеленого. Она бодренькая. Шуршит. Когда шуршат цветы, это прям вообще прелесть. Вот. Также визуально, да, все мы обсмотрели. Рубашка есть. Зелень хорошая. Бутончик крепкий визуально. Вот эти чашелистики у нас подняты наверх. Визуально тоже, да. Если мы приходим в салон у розы вот такое состояние, значит, ей уже недели две. Так, момент. Далее. Тоже хризантема. Цветочки немножко в полузакрытом состоянии, в полураскрытом. Зелень, опять-таки, зеленая, хорошего цвета, бодренькая, плотненькая. Здесь тоже присутствуют, да, цветочки, лепесточки. Их не общипывали, не снимали. Все хорошо. Можно брать цветы. И придерживаться правил ухода дома. И тогда они вас долго будут радовать. И ваше окружение. Ну что, друзья, портал позитива и солнечного настроения закрывается. Надеюсь, батарея вашего хорошего настроения заряжена на 100%. А если нет, это не страшно. Ведь совсем скоро мы вновь увидимся в эфире. Мы были рады вашим улыбкам. Всем шлем лучи добра и говорим пока. Пока, республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова